Санкции против Захарченко и Кименко и проверка двойного гражданства, что решили на СНБО. В пятницу, 26 февраля, в офисе президента Украины прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. Приняли решение о введении санкций против ряда бывших чиновников и военных и внедрении проверки двойного гражданства. Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Новые санкции. СНБО решил наложить санкции на бывших чиновников и военнослужащих, которые предали Украины. В санкционном списке оказались Бывший глава СБУ Александр Икименко Бывший министр МВД Виталий Захарченко Бывший командующий военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский Бывший генерал-майор Станислав Шапортов Бывший генерал-майор юстиции Сергей Нинчур Бывший генерал-майор Юрий Котовский Бывший генерал-майор Владимир Товский Бывший генерал-майор Валентин Ханжа Бывший вице-адмирал Сергей Элисеев Бывший контр-адмирал Дмитрий Шакур Вместе с тем, все эти лица, которые оказались в списке, были лишены всех государственных наград и званий. Проверка двойного гражданства Кабинету министров поручили разработать законопроект о проверке украинцев на наличие двойного гражданства. Как пояснил Данилов, государство должно знать, имеют ли кандидаты на должности во власти еще какое-либо гражданство, кроме украинского. Если человек имеет желание быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он имеет еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него, заявил он. На разработку соответствующего документа у Кабмина есть два месяца. Напомним, Данилов анонсировал еще одно заседание СНБО на следующей неделе. На будущем заседании хотят рассмотреть доклады по делам о госизмене чиновников, а также стратегию деоккупации Крыма.